МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы спросили, почему так происходит, откуда люди берутся. Нам сказали, что якобы, наверное, кто-то переехал. Мы говорим, а как такое может быть, они должны сзади нас вставать? Нам так и не дали никакого. А куда, Оля, обращались? К кому? В управление образования ходили. Вопросы детей надо решать незамедлительно, считает Оксана Викторовна. И сразу делает первый звонок. Какая-то странная история с детским садом, поэтому звоню прямо тебе. Можешь ждать какого-то человека, кто бы разобрался? Потому что там явно как-то бортует эту женщину. Нехорошо. Взаимоотношения внутри семьи – тема для многих наболевшая. В конфликтах между родителями чаще всего страдают дети. Поэтому лучше спокойно договориться между собой. Иначе вопросы воспитания ребенка решаются только через суд, поясняет парламентарий. Вот это все решается только в суде. Если вам нужна помощь, как это все оформить, дойти до суда, что там как требовать и так далее, эту рутину надо пройти. Иначе вы не получите ребенка. Ну то есть никаким образом это не решится, кроме как через суд. Ну такие законы. В период карантина количество разводов увеличилось. Семейными проблемами стали обращаться гораздо чаще, говорит депутат. Мне казалось, что в пандемию как-то люди должны, наоборот, начать беречь друг друга. Но практика даже мировая показывает, что все наоборот. Пошли разводы, пошли нервные отношения, которые выливаются на детей. Особенно родители, которые в разводе начинают этого ребенка делить. И это, конечно, я считаю, такая неосознанная позиция родительская. На приеме не только просят о помощи. Часто приходят с инициативой. Юристы-международники готовы оказать содействие в любой юридической помощи в сложных процессах. Общественники вносят предложения по вопросам материнства и детства. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.